Без сбоев сегодня работают даже те котельные, запуск которых еще в конце прошлой недели был под большим вопросом. Например, в Лименде. Две недели назад, чтобы обеспечить лименцев теплом и горячей водой, городские власти приняли решение взять в аренду ведомственную котельную судостроительной компании и нести затраты на ее содержание. Заменен учет электрической энергии, раз, устранено пять аварийных ситуаций, связанных с подачей горячей воды. Немного не мнало, но 1200 ушло. Все эти работы муниципальное предприятие по КТС проводило в экстренном режиме. Главное было не сорвать в микрорайоне отопительный сезон. Такая угроза реально существовала. Ведь до передачи котельной в аренду городу собственник не провел на ней необходимые ремонтные работы. Так что технически к новому сезону она была не готова. Кроме того, за несколько дней до старта выяснилось, что ЛЦК накопило долги перед газовиками. И те отказались поставлять ресурс. Для решения этого вопроса потребовалось вмешательство главы города. В результате 15 сентября котлы были растоплены. Проделана огромная работа. И со стороны, прежде всего, предприятий, это ПУ ЖКХ и ПОКТС, коллективами была проведена модернизация. ПОКТС за последние десятки лет это самый большой объем инвестиций, порядка 50 миллионов рублей, которые были направлены на модернизацию и сетей, и котельных. Чтобы обезопасить жителей другого микрорайона, ДОКа, руководством города, также было принято волевое решение – отказаться от услуг ведомственной котельной комбината и построить в поселке свою. Инвестором выступил Андрей Палкин. Всего за пару месяцев на Ульяново появился свой тепловой пункт с тремя современными импортными котлами, которые работают в автоматическом режиме. Мощности этой маленькой с виду котельной хватит на весь микрорайон и даже с запасом. Высокий КПД сам по себе, то есть эта котельная не содержит персонала, она полностью автоматизирована, полностью автоматика, электроника, и все работает без… задается режимная карта, задается закладываться программа, и в рамках программы в квартирах будет тепло и хорошо. Изначально планировалось, что новая котельная, которую строитель Палкин сегодня сдал в аренду муниципальному ПОКТС, кстати, на очень выгодных условиях, будет обеспечивать теплом все объекты, кроме клуба «Октябрь». Который пообещал отапливать комбинат, но вчерашний день показал. В то время как весь микрорайон получил тепло, учреждение культуры замерзает. Андрей Бральнин принял решение и этот социальный объект передать на обслуживание ПОКТС. Степан Слотин подчеркнул, работать с новой котельной – удовольствие. Дешевая тепловая энергия по сравнению с остальными, да? Малозатратная, экономично выгодна во всех отношениях, экологически здесь, если посмотреть, эстетично. Первый день запуска тепла глава города посетил и котельные в Ичигодском. Подготовка их к сезону также шла в непростых условиях. Хозяйство поселкового ПУ ЖКХ приведено в упадок к предыдущим руководствам предприятия. Долгое время ни сети, ни котельные, ни дома почти не ремонтировались. Сегодня ситуация исправляется. Отопительный сезон в Ичигодском начался вовремя. В неотопительный период были подготовлены котельные, были промыты котлы, частично заменены насосы, которые уже были в плохом состоянии, скажем так, неудовлетворительным. Ну и промывка теплосетей, зданий административных, жилых зданий. Кроме плановых работ, летом ПУ ЖКХ поселка Вычигодский провело капитальный ремонт ветхих сетей на Ленина, Серегина, Ульянова. Отремонтированы котельные, центральный тепловой пункт, трансформаторные подстанции. Все котельные запитаны, газ подан, система сейчас заполнена и идет подогрев теплоносителя. Объекты социальной инфраструктуры подключены, дома тоже запитаны. То есть сейчас проблем никаких в принципе нет у нас. Итак, благодаря оперативным решениям главы, отопительный сезон начался вовремя и повсеместно. Теперь надо думать на перспективу. В этой связи Андрей Бральнин поручил руководителям ресурсоснабжающих организаций создать инвест-программы. У каждого предприятия они свои. Это совершенно разные решения. То есть где-то возможно переключение просто на одну котельную, более мощную. Где-то модернизация котельных, замена сетей. То есть на самом деле это очень разные проекты и все зависит от экономической целесообразности. Все это должно создать другой, не авральный, а стабильный, плановый, предсказуемый подход при подготовке к будущим отопительным сезонам в Котласе. Продолжение следует...